Всем привет! Вот мы и приземлились. Это аэропорт в городе Кона, который находится на большом острове. Так выглядят телефоны. В аэропорту практически нет людей. Ну и правильно, там абсолютно нечего делать, все находятся на пляжах. Вот если бы нас кто-то встречал на Гавайях, то подарили бы не букет цвету, а такое замечательное ожерелье из распустившихся бутонов. Стоит 10 долларов. Но нас никто не встречает. Мы абсолютно самостоятельно арендовали машину и отправимся в путь. И поехали. Это обычный февральский денек на Гавайях. Температура воздуха плюс 30, температура воды плюс 25. Гавайи являются территорией Соединенных Штатов Америки, поэтому здесь огромное количество американских туристов. И еще здесь достаточно недалеко лететь из Японии, поэтому очень много табличек, вывесок, дублируются на японском языке. Средний возраст туристов, ну это просто мы так прикинули, чисто визуально, 45-50 лет. Отдых на Гавайях подойдет абсолютно всем. И тем, кто предпочитает матрасное времяпрепровождение, то есть лежание на пляже под лучами теплого солнца. И для тех, кто предпочитает активный отдых. На Гавайях можно заниматься серфингом, снорклингом, то есть с маской плавать и наблюдать за очень красивыми рыбами. Можно именно вот на этом острове, на Большом острове пойти смотреть на действующие вулканы, любоваться пляжем с черным песком и зеленым песком, гулять по многочисленным садам. В общем, всем этим мы и будем заниматься, а также еще пойдем на кофейную плантацию. Так что оставайтесь с нами, обо всем обязательно расскажем. На самом деле, под названиями Гавайи объединяются несколько островов. Мы находимся на самом большом из них, и он называется Big Island, то есть Большой остров. Он знаменит тем, что это один из самых новых островов. Острова, как вы знаете, образуются от взрывов, от завершения вулканов. Так вот, здесь есть действующие вулканы. Вот такая почва присутствует подсюда на острове. Она представляет, ну, похожа, по крайней мере, на пензу. И я думаю, что производители пензы, которые попытались здесь ее продавать, они бы точно разорились. Но вот я смотрю на все это и думаю, что это просто фоном фотошоп мне все подстроил. И такого не может быть на самом деле. И я теперь прекрасно понимаю, почему американцы совершенно не хотят ездить в другие страны. У них же есть Гавайи, в конце концов. Долина Палалу. Сюда приезжают для того, чтобы полюбоваться очень живописными видами. Мы на острове находимся ровно сутки. Ощущение, что отдыхаем уже недели две. Здесь все сделано для того, чтобы отдыхающие полностью отключились от большой земли. Ну, вот интернет здесь стоит 10 долларов в сутки и в лом платить такие деньги. Конечно же, существуют газеты, но мы их еще пока не покупали. А на радио транслируются только местные новости, которые в основном освещают погоду на острове. А так передается музыка традиционная гавайская. Посмотрим, что с нами будет через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok